Ну и я, короче, опять надавила прыщи. И что хочу сказать? В прошлый раз я брала вот эту маску и, в общем, с нее у меня подгорает лицо. Поэтому я даже не знаю. Ну, возможно, может быть, потому что до этого я пробовала кисло. У меня лицо сейчас красное, но я еще надавила прыщей, что остановиться от этого, конечно, очень сложно мне. Особенно вот эти ребята все никак не пройдут, что я, ну говоря, сегодня был довольно нервный день у меня. Вот поэтому, не знаю, маска, конечно, жалко мне. Не думаю, что я буду кому-то ее отдавать и что буду ее забирать с собой. А может, что заберу, может, если я перестану кислоты использовать, то, может быть, она мне подойдет. Хотя, что я не верю. А вообще, кстати, на ютубе есть канал, называется «Чтобы мне поделать, только бы не прочитать». И на нем есть видео «История русского мата». Поэтому, кстати, очень интересное видео, очень интересно именно поисковое происхождение. Так, сахара надо быть осторожнее, а то я его рассыпала. Вот, поэтому, если у вас вдруг хобби на мат, то можете посмотреть, вдруг вам будет интересно. Я стала пить чай с сахаром. Для меня все стало очень много сладкого. Я думала, поеду в путешествие Казахстан, Корея, Таиланд и похудею. Но что-то видать не тут-то было. Кажется, мое похудение откладывается на очень долго. Я взяла вот такое молоко в магазине. Хорошо, молоко. Ничего не могу сказать. Молоко как молоко. Вообще, кажется, 24-го, то есть сегодня, ой, сегодня уже 25-е. У него вчера истек сургодности, но оно чувствует себя великолепно. И вкуса никакого ничего нет. Я переборщила сахаром. Ну, ладно. Ну, обзор на мой маникюр, как он выжил. В общем, здесь скол, здесь скол. Что-то такой желтый цвет. По-моему, да, вот здесь еще. И вот на вот этой руке. Вот эти все остальные ногти выглядят хорошо. Не знаю, в чем проблема. Возможно, из-за того, что у меня нет обезжиривателя, я не обезжирила ногтевую пластину. Либо, возможно, это сам лак такой. Вот. Ну, в общем, по-быстренькому переделаю. Ну что, сегодня пришлось мне купить себе новые кроссовки. Что в моих... Получается, вот здесь вот прохудилась, и мне прям режет ногу. И ничего с этим не сделать. Поджалка, потому что в последнее время мне эти кроссовки уже начали довольно сильно нравиться. Вот. Ну, я зашла в Фло. Хотя там куча других магазинов было с обувью. Но я почему-то пошла сразу в Фло, потому что, ну, я уже этот магазин знаю. Я уже там покупала. Поэтому в России, конечно, его нет, но кроссовки вот свои я брала в Грузии. И... Ну, не сказать, что я супердолго в них походила, но... В принципе, задачу они свою выполняют. Вот такие кроссовки. Они офигенские. Они, в общем, широкие, что очень важно для меня, потому что мне сложно выбирать обувь. У меня широкая нога. И большинство обуви, которые носят все, я просто физически не могу ее носить, потому что у меня начинают между мизинцем и вот этим пальцем на ногах. Может такая мозоль вылезти. И, короче, я... Просто до слез, типа, даже невозможно ходить. Вот. А эти кроссовки... Они были довольно дешевыми. И они были единственными, которые мне подошли. Ну, я рада, что я их взяла. Сегодня вот дальше, наверное, в них и пойду. У меня сегодня были планы куда-нибудь съездить, но... Я думаю, что сильно далеко я не пойду. Сплю я по-прежнему не очень, поэтому... Чувствую себя слегка сегодня приболевшая, потому что... Не знаю почему. Возможно, у меня вчера продуло, вчера было довольно тепло, и я немножко расстегнутая походила. Поэтому такое ощущение, что вот как-то я приболела. И я думаю, что я сейчас попью чай с лимоном и, наверное, прогуляюсь, схожу в ботанический сад. А на вечер у меня будет рамён. Я пришла в ботанический сад, и... да. Видите, я всё равно... Сложу для него яичко, курочку. В общем, покажу всё, как я буду это делать. Вот. И, в общем, я схожу в ботанический сад, наверное, и... Сегодня больше никуда не пойду. Немножко составлю план, куда пойду в следующий раз. Я, кстати, получила карту Каспий Голд. И что хочу сказать. Мне очень понравилось, насколько в Казахстане развиты технологии. Это великолепно. Я считаю, что то, как карта печатается сразу же, это просто потрясающе. И это нужно... Эту практику, мне кажется, нужно внедрять везде, потому что суперудобно, супербыстро. Я пришла в банк. Девушка-консультант мне помогла. Я отсканировала там у них на терминале этот QR-код. И сразу же у меня в телефоне он мне показал, какой у меня номер электронной очереди. Великолепно. У неё я просидела, может быть, ну, когда очередь моя подошла, я не знаю, минут пять, наверное. И потом я подошла просто к банкомату, и он напечатал мне карту менее чем за минуту. Это просто великолепно. Просто это классно. Ни один россиянский банк таким похвастаться не может, таким быстрым изготовлением карты. Это очень круто. Это всё на твоих глазах. И, по сути, если так подумать, то это не сильно затратно. Потому что вот эти пластиковые болванки, я думаю, они не очень дорого стоят. И вот эта машина. Ну, то есть, мне кажется, это более окупаемо, потому что ты привлекаешь новых клиентов. И я думаю, вы понимаете, о чём я. Блин. Пока настроила камеру, белка уже убежала. Вот она, белочка сидит. Так, конечно, они суперпонятные, но она такая с рыжими лапками. Что-то ест. В общем, я в ботаническом саду. Как обычно, идёт дождь в Алматы. Наверное, конечно, сюда надо летом приезжать. Но, в принципе, мне нравится, что здесь никого нет. Ну, там какие-то ребята ещё потом зашли. Но так, в целом, никого нету. Тут, конечно, классно. Было бы ещё здорово, если бы эти светились, но пока что ещё светло. Блин, а тут такой классный материал. Как будто, как... Ну, вообще, это камушки. Но в кроссовку кажется, как будто я по винной пробке иду. Но, может, из-за из-за самих кроссовок я... Только надела их. Новый, поэтому... Не знаю. Ой. Я надеюсь, она не будет меня кусать. Набрасываться. Но она меня вообще не боится. Так-то я очень близко стою. У неё такие ушки. Ну, а это нежное. Яичко посреди японского садика. Я решила сделать себе рамен. У меня была курица запеченная в духовке. Ножка я ее ободрала. Петрушку купила, лук. И потом яичко разобью. Получается, сейчас оно доварится. Я вытащу лапшу в бульон. Немножко солью бульона. Туда вобью яичко. И может курицу положить слегка, согреть. И все, я потом выложу все на тарелочку. Вот сверху красиво будет. Ну все, яичко здесь, курочка здесь. Неудобно, конечно, на какой-то милипиздовической кухне. Нет, можно, знаешь, как, вот на серединочку и сделать себе вечным дитей. Дитей-то зараза, конечно, будет зараза у нас. Зараза. Ну, у меня как обычно получилась гора. Почему-то я не могу нормально подрассчитать. Вроде как я даже слева обульон. Ну, ладно. Обуганный. Это обломки моего судна? Я помню, что после посадки очень устал и заснул, а проснулся здесь. Как там остальные пассажиры? Где же они? Нет, не хочу об этом думать. Вчера было супер темно, сегодня солнечно и снег, и на улице холодно. А я вчера купила себе кроссовки. Сегодня у меня еще мигрень, потому что я плохо сплю, еще режим у меня сбит. Поэтому чувствую себя так себе. В принципе, в кроссовках нормально. Они мне, грубо говоря, заменяют демисезонные ботинки. И вполне... Да, сильно мне это вроде как, я низко лежу. Но я иду все равно себе покупать колготки, потому что холодно. У меня все джинсы широкие. Ну и как воздух попадает, и холодно. И в ботанистском саду я все замерзла из колготочек. Вообще, несмотря на мигрень, сегодня просто волшебство, что я вышла из дома раньше 12. Не знаю, как это получилось. Хотя я поспала подольше, потому что легла поздно. Но тем не менее. Все, я купила колготки. Приду домой, переоделась. И планирую поехать на метро в самый-самый центр Алматы. Так называемый Арбат. Вот. Хочу показать свой наряд. В общем, я думала надеть футболку под низ или вообще переодеться. Но так как в этой водолазке горло, я решила ее оставить и просто надеть футболку с бритней сверху. И я ни разу так не надевала, но выглядит, по-моему, прикольно. Что-то в этом есть. Вот. Всякие нацепила штучки. Я надела штанишки, потому что мне кажется, что в них вода темнее больше идут. Я надела колготки, носки. Вот. Ну и, собственно, водолазка и футболка. Просто, чтобы еще один слой был, чтобы было потеплее. Здесь у меня кошечка такая. Она немножко потемнела. Ну, это серебряная кошечка, она немножко потемнела почему-то. Так вот. А! Блин, все-таки так красиво, конечно. Но все же холодно. Я хоть и нарядилась по полной, все равно мне прохладно. Но в Красноярске минус 30. Так что. В Алматы офигенное метро. Просто великолепное. Оно такое чистое, красивое. Народу нету почему-то. Не знаю, с чем это связано, но очень странно. И в вагонах очень тихо. Идут они очень плавно. Боже, это, конечно, великолепно. Вообще не сравниться с Грузией. Ну, вообще, в целом, если так сравнивать. Это же бывшие страны СНГ. Если сравнивать, то, например, где я была в Грузии. В России, соответственно. И в Казахстане. Казахстан мне нравится больше всего. Здесь чисто, в отличие от Грузии. Здесь охеренное метро в Алматы, по крайней мере. И город очень уютный. Много деревьев. Мне это очень нравится. Много деревья. Тут еще вот эти булочки. У них тесто, как у пончиков. Ну, и они не сладкие. Боже, я не могу оторваться от них. Так люблю. Я пообедала в Навад Чейхана. И это было просто великолепно, конечно. Пиздец как вкусно. Ну, и кажется, спонсором моего ужина тоже будет это заведение. Потому что то ли я была супер голодная, то ли огромные порции. Поэтому я съела только лагман и вот эти штуки из теста. Я очень люблю тесто. Короче, я просто забрала все домой, потому что это нереально съесть. И тут так много всяких вот этих маленьких уютных парков. Я вообще снимала просто все подряд. Просто у меня капец как мерзнут. Вообще минус 7. Я нарядилась потеплее, но видимо, может быть, из-за влажности. Ощущается очень холодно. Я вот до этого, пока дошла до Чейханы, я очень сильно замерзла. Просто вообще... Лежит. Такое офигенное метро, и почему-то на нем никто не катается. Народа просто вообще нет. Почему так? Так, я вернулась домой. В общем, по итогу я немножко переоделась. Я вышла выкинуть мусор. И поняла, что в тех штанах у меня щиколотку жестко дует. И я бы вообще сильно замерзла. Поэтому я поехала, короче, просто надела черную футболку. Поверх вот этого всего безобразия. Выглядит тоже неплохо. Вот. И сегодня была когда в торговом центре очередном. Я, честно говоря, не помню, как он называется. Но он рядом с Жебек-Жалы, если я правильно говорю. И мне там девочка, ну как девочка, подросток. Там она со своими подружками всем раздавала маленькие картинки. И вот раздала мне такую. Я так понимаю, это, по-моему, из Майнкрафта, чувак. Боже, это так мило. А ещё, помню, гуляла как-то тут по улице, недалеко от дома. И две женщины, я не знаю, ну они, наверное, дворники. Потому что они с метёлками были в спецодежде. Попросили их сфотографировать. Ещё никого не было на улице. Почти как утро. Вот. Но это было тоже очень мило. Они так смеялись, сфотались. Там со своими тёлками. Классно было. Сегодня, короче, офигенный был день. По сравнению со всеми остальными. Я более-менее успокоилась. Я начала засыпать нормально. Но я пропускаю время, когда меня надо заснуть. И гуляла сегодня по парку по этому имени 28 панфиловцев. Я не помню полное название, извиняюсь. В общем, я гуляла по этому парку. И вот это солнышко, мороз. Я сюда так происполнилась. Я так кайфанула. Было прям очень классно. И я поняла, боже, какой классный день. Но ещё всё потому, что я немножко себя пересилила. Поехала на метро сама. Это первый раз в жизни, когда я на метро, кстати, езжу одна. И, боже, какое красивое метро. Молодые, господи. Оно просто такое пиздатое. Я вообще... И я спустилась. Я была в обед. И было так мало народу. Я вообще удивилась. Почему никто не ездит на метро? Оно такое офигенное. Ну вот. Но уже вечером, конечно, когда я ехала домой. Уже было чуть побольше людей. Вот. И да. Из планов... Так. Мне там отправляют мою кошку. Из планов, в общем, я еду обратно в Красноярск 2-го числа. Поэтому у меня есть несколько дней, чтобы всё-всё-всё посмотреть. У меня уже примерно есть план, что я хочу посмотреть. Вот. И да. Буду заниматься татуировками, в принципе. Почему нет? Я всю жизнь рисовала, потом 5 лет училась. И у меня есть ставок, от которого я никуда не денусь. Ну, то есть этот навык останется со мной на всю жизнь и бежать от него. Наверное, уже пора начать как-то его реализовывать по-другому. Вот. Хотя я несколько лет не рисовала, но, в принципе, я не думаю, что это сильно страшно. Так. И что ещё? Да. И я, наверное, закончу это видео, потому что я много всего наснимала. Я думаю, что оно выйдет тоже довольно длинное. И да. Всем спасибо за классные комментарии. Я, правда, не ожидала, что какие-то видосы мои начнут заходить. И, блин. Спасибо вам большое. Да. Не знаю, что ещё сказать. Спасибо, что вам заходят мои видео. Может, не заходят. Не знаю. Ну, вот. В принципе, да. Мне город всё больше и больше нравится. Сегодня гуляла... Блин, я хотела закончить видео. Ну, ладно. Сейчас. Сейчас закончу. Не расходитесь. Гуляла сегодня по так называемому золотому квадрату. Там, я так поняла... Я так поняла, там все хотят жить, и там суперэкспенсив прайс на квартиры. Вот. Ну, да. Там довольно классно. У меня звонил дурацкий сибермаркет. Чё я говорила? Да. Ну, и там довольно классно. Меня всегда привлекали вот эти дома с малоэтажной застройкой красивые. Но суть в том, что в Красноярске такие дома чаще всего они объёбанные, там крысы. Ну, и о них мало кто заботится, мало кто их реставрирует. А здесь в Алматы, вот, особенно вот этот золотой квадрат, эти дома, малоэтажная застройка, я так понимаю, это какие-то... Не помню, как они называются, какие-то там суперсталинки или что. Ну, вот, вы знаете, вот эти дома, два-три этажа. Здесь они выглядят великолепно. Вот, не знаю, как во всему городу, но, по крайней мере, вот в этом центре, в этом квадрате они классно выглядят. И я больше чем уверена, что, скорее всего, там хорошие подъезды, они внешне выглядят хорошо. Я посмотрела, окна все выглядят хорошо. Я думаю, что там небедные люди живут, и выглядят они хорошо. Ну, что, не то что... А что, за ними следят? Возможно, их реставрируют как-то, и всё там подобное. Вот, и я даже подумала, что, блин, в Алматы даже, наверное, вот в каком-то новом доме, там где-то вот в центре можно было бы купить квартиру, потому что это суперинтересно. И город у меня... Я извиняюсь, что-то всё у меня трясётся. У меня просто вторая рука устала. И город суперкомфортный, по крайней мере, мне показался. Возможно, успею побывать как раз вот в районах, которые чуть дальше от центра. Постараюсь. Вот. В принципе, время у меня есть. И да, всё. Всем спасибо большое за комментарии. За очень приятные слова. И за слова поддержки. Я очень вам благодарна. Спасибо. 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 Спасибо.